Итак, видно экран? Да. Отлично. Значит, ну, мы с вами будем говорить про такой длинный 20 век. То есть местами мы будем залезать в 19, но вы не удивляйтесь. Что касается мира, который мы бы с вами на карте увидели во второй половине 19 века, и в начале 20-го мы бы с вами увидели значительно меньше стран на земном шаре, чем их есть сейчас. Ничего, наверное, сверхудивительного для вас в этом нет, но очень важным направлением международной политики в то время была битва за Африку. Битва за Африку, которая, в принципе, происходила, ну, может быть, не так одномоментно, но, тем не менее, достаточно бурно. Постепенно народ начал понимать, что разделение Африки – это дело хорошее. Плюс изменились некоторые моменты, которые отличают вот эту вот борьбу за колониальный раздел Африки, борьбу, которая шла до этого, допустим, за раздел Америк. Ну, вы прекрасно знаете, что Новый Свет, он также был разделен на колонии. Но с Африкой сложилась немножко другая ситуация. Если в 17-18 веках, ну, я уж не говорю там про 16-й, когда только открыли Америку, продвижение колонистов, будь то испанцы, будь то португальцы, будь то французы-англичане, нидерланды, ну, нидерландцы, да, и так далее, в общем, все они проникали в эти самые колонии в Новом Свете сравнительно небольшими силами. И их взаимодействие с местным населением было достаточно сложным. Просто в силу численности, а также иногда и особенности рельефа, ну, Южная Африка, кто забыл, это такие достаточно конкретные леса часто. Ну, леса в Северной Америке, джунгли в Южной Америке. Вот, не вся, конечно, поверхность, да, там и степи есть, но тем не менее. Там реализовать вот эти все наработки военные 19-го, простите, наоборот, 17-го, 18-го веков, там линейный строй какой-нибудь, было практически невозможно. И народу было мало, да, куча. Поэтому, если вы почитаете какие-нибудь войны, которые шли в колониях американских, то вы увидите там очень интересный момент. Допустим, в один из важнейших конфликтов 18-го века, Семилетняя война. Семилетняя война, которая длилась, ну, которую иногда, кстати, считают фактически претендующей на роль Первой мировой. Почему? Потому что велась она по всему миру. Она велась на территории Индии, она велась на территории Северной Америки. И на Северной Америке вы можете видеть, что на стороне французов воевала куча индейских племен, и на стороне британцев воевала тоже куча индейских племен. Дело в том, что индейцы играли в тот момент достаточно важную роль в политике мировой, ну, в смысле, в колониальной, ладно, не в мировой, конечно, в колониальной политике, потому что их было все-таки достаточно много, а, собственно, европейцев было не так много. Плюс все-таки разница в вооружении была не такой разительной. Конечно, кремниевые вот эти все мушкеты и так далее, ружья, они обладали совершенно недостижимой для лука бронебойностью. Это без вопросов. Но с точки зрения скорострельности, а еще если мы помножим это на рельеф местности, то становится понятно, что такого какого-то суперперевеса они не давали. Эти ружья, вот, ну а линейный строй использовать было сложно. Поэтому роль вот этих вот туземных народов, она была достаточно велика в войнах. Но все меняется в 19 веке. Ну, в 20-м совсем меняется, а в 19-м меняется отчасти. Дело в том, что в 19 веке активнейшим образом начинает распространяться винтовка. Винтовки, в общем-то, были и до этого, но они к середине, скажем так, 19 века становятся мейнстримом. Ну, известная история Крымская война, да, середины 19 века, когда у русской армии с винтовками было не очень, а у европейцев, которые воевали против России тут в Крыму и под Петропавловском, было, в общем, у европейцев было хорошо, у нас не так, чтобы очень. Хотя винтовки были в некотором количестве. И это поставило русскую армию в не очень хорошее положение. Если мы говорим про русскую армию, то это все-таки армия европейской стороны, причем достаточно крупной. А про туземцев и говорить нечего. То есть, иными словами, чтобы выразить это проще, к тому моменту, когда начался колониальный раздел Африки, который в итоге привел перед Первой мировой примерно вот такой конфигурации, мы с вами обязаны, так сказать, учитывать, что в вот этой вот исторической действительности численность уже не очень помогала туземцам. Потому что сила винтовки, скорострельной винтовки, была способна свести практически на нет любые поползновения местного населения к какой-то, так сказать, активной обороне. Вот. Или активным атакам. Самым, пожалуй, единственным, чуть ли не единственным, случаем локального очень успеха туземной армии против колонизаторов, это сражение, вот тут уже можете себе записывать, Англозулутской войны 1879 года, которая имела место на территории современной ЮАР, где сложилась, ну так, немножко предыстории. В этот момент на территории нынешней ЮАР все активнее не только проникают, но и централизуются племена Банту, ну и в том числе Зулусы. Основателем Зулусского королевства был так называемый Чака или Шака, вот его там по-разному увеличают, но Чака или Шака, как вам больше нравится, король Чака, он был такой своеобразный мужичок, поэтому его в свое время угробили. Вот, он дожил до 1828 года было. Но, то только. Но, тем не менее, именно он заложил основу государства Зулусов, и Чака как раз пытался по возможности, по крайней мере, воспринять и кавалерию европейцев, но в целом как-то не пошло. Тем более, все-таки, закупить огромное количество стрелкового оружия лошадей было довольно сложно, ну, особенно стрелкового оружия, вот, да и лошадей разводить в Южной Африке не так просто. Ну, а с другой стороны, в сражениях против других племен африканских Зулусская тактика, а были достаточно они, Зулусы, в этом деле продвинутые ребята, я сейчас на примере сражения покажу, как они в основном воевали, армия, вооруженная так называемыми Осигаями, Осигая это такое достаточно короткое копье, и вот как раз Чака сражался и с бурами, ну, кто такие буры и что такое англо-бурские войны, это же будет следующая лекция, вот, и англичанам противостоял вот этот вот великий Чака. Кстати, самое интересное, что, в общем-то, в современной Южной Африке, в достаточно известной стране, члене БРИКС, коренным населением являются бушмены, а чернокожие вот эти вот Зулусы и европейцы туда попали чуть ли не одновременно, ну, только чернокожие Зулусы с севера, вот, ну, и родственные им народы, а европейцы, соответственно, по морю, там, в новое время только. Ну, Зулусы как раз объединились во главе с Чака и стали весьма грозной силой. Чака, правда, был убит, но еще в 70-е годы у Зулусов был определенный потенциал, и их вождь Кичвая, вот он, родимый, он решил, что надо как раз бороться. И единственным, пожалуй, сражением, которое как раз закончилось победой Зулусов, таким более-менее крупным, была битва при Изандлване, запишите себе. Битва при Изандлване 22 января 1879 года. Пять дней назад была годовщина, можно было справить. Суть в чем? Значит, британцы, двигаясь отдельными колоннами, проявили крайнюю беспечность и, что называется, провтыкали приближение Зулусов. Зулусы сумели... То есть тут сложилась прям для Зулусов практически идеальная ситуация. Зулусы смогли подкрасться почти незаметными, это первое, их была победа еще до сражения. Во-вторых, Зулусы сумели приблизиться к англичанам, в силу чего у англичан были многозарядные винтовки, и это вроде бы круто. Но проблема многозарядных винтовок была в том, что им, ну, что характерно, нужны, конечно, патроны. Вот. А патроны были в ящиках. Патроны были в ящиках. Сейчас. И ящики эти имел право выдавать только интендант. Их там надо было выкрутить два болта, потом надо было, соответственно, после выкручивания двух болтов, надо было разрезать цинковую такую упаковку, ну, чем-то отдаленно напоминающую бабку из-под консервов. И тогда уже, собственно говоря, раздавать патроны. А получилось так, что англичане, во-первых, какого-то черта выдвинули слишком далеко свои силы от лагеря, не удосужились поставить повозки перед боевыми порядками своими, чтобы создать себе защиту. Ну и, конечно, немножко предсказуем. Зулусы, у которых была определенная достаточно выверенная тактика, выверенная в плане борьбы с местными народами, они, так называемые, рогами бульвола воевали. То есть был центр армии, и от него, где были самые стойкие сильные воины, и от него всякие менее, так сказать, стойкие, может быть, и более опытные, но более мобильные ребята образовали так называемые рога. Цель рогов была обойти позиции противника с флангов, ну а цель, собственно, вот этой груди, этого бульвола, была, собственно, ломать вражеский строй во фронт. А в вот этом нашем замечательном сражении при задолывании это сработало. Англичане довольно быстро получили дефицит боеприпасов, им тупо стрелять было нечем, и все. И когда на тебя бежит огромный двухметровый негр с копьем, тут уж, как бы сказать, перевес стал на стороне как раз туземцев. Потери, кстати, в сражении у зулусов были побольше, но не на порядок. То есть, в общем-то, зулусы выиграли эту битву, но это было, еще раз вам скажу, такое идеальное стечение обстоятельств для зулусов при крайней тупизне и неорганизованности англичан. Больше англичане таких ошибок не повторяли, и англозулусская война закончилась немножко предсказуемо. Да, Кичвая был смещен, и его остальные сражения таких успехов уже не показывали. Вот. Это просто я вам немножко рисую ситуацию, чтобы вы понимали, что в основном мы будем говорить про первую Тало-Эфиопскую войну, вот, а для того, чтобы вы, так сказать, воспринимали ситуацию в целом. Итак, мы с вами приходим к выводу, что вот завоевание Африки в XIX веке, кстати говоря, тут определенную роль сыграло и изобретение прививок, потому что в тропической Африке вводится много всяких нехороших заболеваний, от которых можно умереть, вот, причем довольно быстро. Вот. Ну, а попытки уже, так сказать, изобретать какие-то там хинин какой-нибудь и прочие, ну, прививки и лекарства, в общем, все это помогло прививки чуть попозже, от многих болезней появились, но тем не менее, в общем, медицина шагала вперед, а вместе с ней шагали и европейские колонизаторы. Причем часто сначала шли какие-нибудь миссионеры, ученые и т.д. и т.п. Вот. И в итоге Африка постепенно превращалась в такой вот, так сказать, разделенный уже между европейцами пирог. Некоторые на дележку пирога несколько опоздали, а некоторые, наоборот, успели. А поначалу имейте в виду, что европейские державы решили поговорить и разделить Африку на сферы влияния. Запишите себе. Берлинская конференция 1884 года. Она, на самом деле, длилась даже до 25-го, но началась в конце 18... Ой, 25-го, 85-го. Она началась в конце 1884-го и продлилась до февраля 1885-го. Происходила она, как несложно догадаться, в Берлине. Собственно, международная конференция, она же конференция по Конго, но там, на самом деле, говорили не только про Конго, и про регион этой Великой реки. В общем, конференция, в которой, в принципе, говорилось о разделе Африки и, так сказать, взаимных претензиях на этом поприще. В целом, можно сказать, что конференция прошла более-менее успешно, и народ более-менее понял, где, так сказать, чье. Если в конфликтах в колониях прежних, ну, я вам приводил пример Семилетней войны, вот эти вот туземные народы могли надеяться на то, что им удастся лавировать между различными силами колониальными, то вот в африканской вот этой колонизации 19-го века как-то уже не получалось. То есть европейцы обычно договаривались друг с другом, тем более, что, понимаете, устраивать маленькие, какие-то далекие от митрополии войнушки как-то уже не очень получалось. И при начале каких-то разборок на территории колонии можно было неиллюзорно схватить себе войну на материке, уже такую полноценную между какой-нибудь условной Францией и Германией, а это уж точно никто не хотел. Поэтому вот провели конференцию и, в принципе, пришли к определенному выводу. Вот видите Африка и ее колонизация в 1880 и 1913. 1913 год, но я вам уже его, в принципе, демонстрировал, он является собой практически полностью разделенной Африку, в то время как в 1880-м все еще так, в общем, полно всяких зон, где европейское влияние невелико, где существуют какие-то свои небольшие государства. Но мы должны еще, перед тем, как начать погружаться в Эфиопскую войну, рассказать про северно-африканские некоторые дела. Дело в том, что серьезно повлияло на происходящее такое явление, как восстание магдистов. Восстание магдистов в Судане. Оно длилось долго. Это такое достаточно интересное событие уже североафриканской истории. Запишите себе, собственно говоря, началось оно, там дают немножко разные даты, но в принт так примерно с 1881 года. 1881 год, ну вот иногда ставится резня египетского отряда, 9 декабря 1881 года. Хотя на самом деле история тут немножко сложнее, и предпосылки этого всего были и несколько раньше. Так или иначе, произошло следующее. На территории Судана сложилась довольно странная ситуация. Британцы к этому времени практически отжали у Турции Египет, который Турция формально пыталась, так сказать, за собой удерживать. Но территории к югу, ну нынешние Суданы и ряд прилегающих территорий, они вроде как были кондоминиумом с Египтом, то есть совместным, так сказать, владением Египта и британцев. Фактически же, поскольку сам Египет был в большой зависимости от британцев, все получалось в пользу британцев. Но местное население было достаточно радикальным в отношении того, что ими кто-то управляет, еще и неверные, потому что, ну, в этом регионе, если в самом Египте-то христиане, в общем, бывают, и они там есть, те же копты, вот здесь с христианами было уже более-менее достаточно туго. И в итоге выразителем народных недовольств стал замечательный по-своему человек, запишите, Абдалла ибн Мухаммад. Вот, так, погодите, не тот, не тот Абдалла. Сейчас, не туда откнул, сейчас. Вот, начнем с этого. А то был уже следующий. Мухаммад Ахмад Аль-Махди. Аль-Махди это, что называется, ну, типа мессия. В исламе мессианские настроения, они тоже есть, религия товара мистическая, поэтому, собственно говоря, вот он себя таковым и объявил. А как вы видите, он прожил не такую, чтобы супер-желедную жизнь, 41 год, но дел немало совершил. В принципе, он был основателем государства, и тот вот товарищ, которого я до этого показал, основные войны-то вел все-таки он. Но Махдистский Египет, ой, Судан, простите, конечно, Судан, играл очень серьезную роль во всех делах, потому что он как раз был южнее Египта и севернее Эфиопии. Вот. Иными словами, отделял вот эту вот зону контроля англичан от зоны контроля итальянцев, до которых мы сейчас доберемся. И создавал проблемы всем. Махдистский вот этот вот Судан создавал проблемы всем соседям, Эфиопам, потому что Эфиопы были христианами, вот, европейцам, ну, итальянцам и англичанам, потому что они были и вовсе иноземцами, вот, ну и всем помаленьку, в общем. Поэтому это был такой фактор нестабильности, который достаточно серьезно влиял на происходящее в регионе. Подробно мы разбирать это не будем, тем более, что, в принципе, ну, есть тут достаточно много по этому поводу что рассказать, но это все-таки не самое для нас важное событие, да, вот первым как раз был так называемый вот этот Махди, а потом его наследник, который, собственно, основное количество времени-то и правил с 1885 по 1899. С Махдийским Египтом пришлось англичанам потыркаться, ну, тут играла большую роль просто сложность передвижения. Судан, страна достаточно такая засушливая, больших контингентов туда продвинуть было не так просто, вот, плюс еще суданцы все-таки были как-никак вооружены огнестрелом, боролись в рамках партизанской тактики, пользовались поддержкой местного населения, вот, и это все очень осложняло ситуацию. Значит, про Махдийский Судан два слова я сказал, про восстание вот этого Мухаммада Ахмада Аль-Махди тоже сказал, теперь переходим к непосредственно нашей замечательной Африке. Итак, в Африке в это время, ну, то есть все оно было в Африке, теперь к Эфиопии. Значит, у нас есть псевдонезависимый Египет, ну, так сказать, на самом деле история с попытками Египта обрести независимость от Османской империи, они были еще в правлении нашего Николая II, вот, но это мы уж сильно будем погружаться в африканские дела. Скажу только, что был такой деятель, причем, что самое интересное, не египетского, а вовсе албанского происхождения, Мухаммед Али Паша Египетский, который как раз в первой половине века XIX, а был он правителем Египта с 1805 по 1848, ни много ни мало решил Египет, с одной стороны, обособить от Турции, и с другой стороны провести там европейские реформы. У него это получилось отчасти, в целом восстание было скорее подавлено, однако же, в принципе, определенные особенности Египта в рамках Османской империи после этого только нарастали. Ну так вот, значит, ну и после этого как раз вот англичане там все более усиливаются, потом Махдистское восстание, ползем дальше к нашей любимой Эфиопии. Итальянцы, надо сказать, как вы, наверное, знаете, несколько опоздали к разделу всех этих дел. То есть объединение Италии, это был процесс достаточно долгий, сложный, но, тем не менее, закончившийся вроде бы определенным успехом. Причем объединение Италии происходило как в плане движения, что называется, снизу, так и в плане движения сверху. То есть, с одной стороны, были социалистические в значительной степени движухи, которые были за то, чтобы объединить, так сказать, итальянский народ на основании свободы, равенства, братства. И были, соответственно, движения сверху, когда представители династий итальянских пытались объединить страну под свою власть. Значит, Бориса Джибенто, так называемая, есть такой термин, для описания этого процесса, можете себе записать, который процесс, то бишь, происходил, ну так, в целом, к 1861 году, считается, что он закончился, ну а совсем-совсем к 1870. Дело в том, что в 1870 году Рим был официально присоединен к итальянскому королевству. Вот. Италия, таким образом, к моменту его берлинской конференции уже вполне существовала, но все-таки страна была совсем молодая, и в отличие от того же объединения Германии, тут ситуация была сложнее. Все-таки национальное самосознание немцев в основном было более стойким, чем у итальянцев. У итальянцев тоже были определенные там представления о том, что они борются за что-то одно и являются чем-то единым, но все-таки тут было все хуже, и север и юг очень сильно отличались друг от друга, но про это мы чуть позже с вами поговорим. Значит, итальянцы объединяются и вступают в борьбу за колонии. Сначала начинается все довольно невинно, казалось бы. Есть такой порт, он, собственно, до сих пор существует, и для того, чтобы, опять же, бросить небольшой мостик в сторону современности, скажу, что этот порт Асеп сейчас может стать в ближайшее время одним из очагов столкновений Эфиопии с Эритреей. Он находится вот здесь, вот современная Эфиопия, вот современная Эритрея. Получается, на юге Эритреи, недалеко от границы с Джебути, порт Асеп. Так вот, этот самый порт Асеп, его в 69-м году, с 1869-м году итальянцы покупают у местного правителя, ну, территорию в смысле. Там территория изначально была совсем небольшая, что-то типа 6 на 6 километров, и собираются там строить порт. Постепенно, по мере того, как вот этот вот очаг итальянского колониализма разрастается, вырастает, и влияние итальянцев на процесс. В итоге, когда подходят 1890-е годы, у итальянцев в руках уже находится ряд территорий вокруг Эфиопии. Так, где-то у меня была была у меня вот она. То есть, итальянцы контролируют, во-первых, Сомали, Италья, так называемая итальянская Сомали, вот, ну, это большая часть современного Сомали, ну, тем более, что вот это вот бывшее британское Сомали, оно фактически отдельно существует. Существует так называемая французская Сомали, ныне Джибути, и вот, собственно, Эритрея. Вот такая вот конфигурация складывается к 1890-м годам. Итальянцы с 69-го по 90-е, ну, получается, за 20 небольшим лет увеличивают свое влияние как раз вот до такой полоски вдоль Красного моря. Ну, в то же время, значит, вот Эфиопия находится отрезанной от моря, но сама Эфиопия переживает в это время не самое простое не самый простой исторический этап своего развития. С одной стороны, Эфиопия страна древняя. В отличие от зулусов, которые, в принципе, при Чаке находились на таком раннегосударственном, а то и протогосударственном уровне развития, эфиопская цивилизация насчитывает совершенно, ну, такие века, а то и тысячелетия своей истории. истории про там цивилизации Напата, Мироя, какие-нибудь, или там царицу Савскую и прочее, прочее, вот этот вот регион южнее Египта, они уходят в глубокую древность, и это факт. В то же время эфиопы имели, очевидно, действительно, контакты с некоторыми народами Средиземноморья, есть, допустим, так, немножко шаг в сторону, но есть такой феномен, как фалаша. Это так называемые черные евреи. Это в основном эфиопского происхождения товарищи, которые исповедовали иудаизм, исповедуют. Их в Эфиопии, правда, не густо осталось, там многие в Израиль эмигрировали. Но вот они есть, причем их тысячи человек. А как они появились, там на самом деле есть дискуссия по этому поводу, сами они считают, что они потомки как раз обменов населения в те времена, когда царь Соломон, царица Савская, все вот эти вот дела еще до нашей эры. Эфиопия страна довольно сложная, вот, и с миром в том числе с античным достаточно неплохо связанная. С другой стороны, Эфиопия страна христианская. Так, проверка связи, меня же нормально слышно, все нормально? Да. Отлично. Значит, эфиопы, к тому же еще и христиане. Вы можете часто встретить такое утверждение, что они прямо-таки православные, но это не совсем так. Строго говоря, православными они не являются. Как и армянская апостольская церковь, как египетские копты, так и эти самые эфиопы, они относятся к так называемым дохалкидонским церквям, или древнеправославным церквям. Я уж не буду вас мучить сильно богословием. В двух словах, если халкидонский собор, который признает католическая православная церковь, четко говорит о том, что существует две природы Иисуса Христа, нераздельно и неслиянно, то вот эфиопы, копты, сирийцы, ну не все там, есть и сирийская церковь православная, армянская апостольская церковь, эритрейская, ну собственно эритрейская вышла из эфиопской, а также маланкарская в Индии, они насчитывая около 60 миллионов верующих, так-то нехило, они как раз халкидонский собор не признают, в силу чего многие православные их называют напрямую монофизитами, ну монофизит от моно один фюзис природа, то есть теми, кто считает, что Иисуса Христа была одна природа, очевидно божественная, а сами они правда дико успаряются, говорят, что нет, мы не такие, но халкидонского собора не признают, это просто к тому, чтобы вы как международники понимали, что все-таки те же копты, армяне, эфиопы, ну остальные группы, они все-таки более мелкие, они не православные в полном смысле, вот допустим православная церковь сербская, она такая же православная, как наша, а вот эфиопская, она не совсем такая же православная, хотя связи очевидно были, и так значит, вот эфиопия, страна с достаточно большим христианским населением, хотя мусульмане, особенно на севере страны были, оказывается, в состоянии феодальной раздробленности. По факту, как вы видите, к 1880 году, помимо, собственно, территории, которые худо-бедно контролирует государь, целый ряд регионов является фактически независимым. Есть целый ряд феодалов, которые то подчиняются императору, ну, он, в общем, как бы, скорее, правильный первый царь царей, но пусть будет император, как принято называть. Так вот, этому самому императору подчиняется лишь очень, ну, ограниченное количество в середине 19 века, пока к власти не приходит достаточно яркий деятель Менелик Менелик Второй, вот, хотя, надо сказать, что Неон-1 был вот тем самым объединителем Эфиопии. Менелик вот, Негус Негести титул, переводящийся примерно как царь царей, ну, часто переводят как император. А Менелик Второй, запишем его, он, собственно, был правителем Эфиопии с 1889 по 1913. Надо сказать, что при его предшественнике Йоханнесе Четвертом у Менелика складывались достаточно неплохие отношения с итальянцами. Итальянцы влияли на происходящее в регионе, они следили за происходящим в Эфиопии и, соответственно, поддерживали некоторых из кандидатов. И вот Менелик поддерживал, собственно говоря, с итальянцами определенные контакты, в том числе покупал у них вооружение. Изначально он происходил из области Шоа. Шоа, ну тут вот как раз хорошо появилось изображение, Шоа это регион в центральной Эфиопии. вот. Значит, вот он как раз там и правил. А потом стал императором. Такая вот замечательная история. Дело в том, что его предшественник погиб как раз в сражении с теми самыми махдистами, о которых я говорил выше. И вот Менелик становится императором и поначалу все вроде бы достаточно неплохо. все достаточно неплохо и у него есть соседи итальянцы. Итальянцы готовы ему даже продавать в определенном смысле свое вооружение и все норм. Но постепенно обстановка становится не очень хорошей. Самое забавное, что вообще как бы изначально здесь сыграло свою роль вроде бы соглашение которое должно было наоборот поставить Италию и Эфиопию в состояние прям таки друзей. Но как по-украински говорится не так сталося и отгадался. Получилось по-другому. Опять нам понадобится. Значит дело в том что была подписана был подписан договор с Италией вот и который собственно так говоря вот он Учальский договор. Значит после коронации своей в 89 году запишите себе был подписан Учальский договор так называемый или договор о торговле и дружбе между королевством Италия и Эфиопской империи. Ну Учала это город в Учале точнее в Эфиопии. Все достаточно прозаично. И вот подписывается этот договор и в принципе там все вроде и неплохо. Но там была одна очень коварная строчка которая на амхарском языке но амхарский язык кто не знает это собственно один из основных языков Эфиопии. А в амхарском варианте было написано примерно так что Негус Немнигести Эфиопии то есть император Эфиопии он может при своих отношениях с европейскими державами обращаться к посредству Италии. А в итальянском варианте договора было написано то же самое только вместо может было написано согласен. Вроде бы это достаточно синонимичные конструкции но по факту для политики они значили абсолютно разные вещи. То есть для вот этого итальянского варианта фактически договор означал зависимость Эфиопии при вращении ее в протекторат полуколонию которая не может вести самостоятельную внешнюю политику. Ну а наш дорогой Минилик очевидно закладывал что если что итальянцы нам помогут. Такая непонимайка возникла и это создало сложности нехилые в дальнейшем. Учальский договор как вы видите прожил как работающее какое-то соглашение не очень долго. Тем не менее Эфиопы продолжали вооружаться опять же у нас не история Эфиопии но помните себе что Минилик провел целый ряд реформ Минилик провел целый ряд реформ он в том числе пытался объединить страну понятное дело что это получалось может быть не так классно как что называется хотелось бы у него выходило там иногда по принципу два шага вперед один назад почему потому что местные феодалы были часто настроены против него вот и ряд правителей были собственно говоря открыто стремящимися к независимости вот хотя впоследствии немножко забегая вперед скажу что в конфликте который произойдет в общем-то феодалы в общем сыграть на вот этом вот противостоянии центра и этих самых окраин не получилось среди феодалов вот этого вот региона в принципе возобладала идея что так сказать там даже такое было пафосное выражение от укуса черной змеи можно излечиться а от укуса белой змеи нет ну имеется ввиду что так сказать своего какого-нибудь этого самого минилика мы если что так сказать сумеем переубедить в его неправоте а вот если случится так сказать война с европейцами то европейцев никуда уже не денешь например у минилика не очень складывались отношения с присоединением провин ну регионов тыграй тыграй или иногда через и пишут ну чтоб с животным не путать чаще через и по-русски тыграй это регион на севере эфиопии достаточно такой своеобразный хоть и христианский но с некоторым количеством мусульман но и по языку тоже имеющие определенные отличия от остальной эфиопии и вот как раз старый вот этот аксум один из центров древней цивилизации на территории эфиопии он находится здесь там ну и город Адеград который у нас сегодня в ходе описания войны еще будет всплывать так вот у минилика например не очень складывались отношения с местными правителями допустим был там такой Йоханес Менгеша Менгеша который в общем-то часто выступал как оппонент вот этого вот центрального правительства ну или по крайней мере требовал чтобы его что называется любили и уважали вот и воспринимали как фактически самостоятельного правителя а тут достаточно опять же сложная история тем не менее Теграй был присоединен еще там за несколько десятилетий до этого формально в общем такая вот Эфиопия в Эфиопии идут реформы в Эфиопии идут реформы Менелика Менелик пытается сделать страну более-менее объединенной он также пытается работать с европейскими державами и тут мы опять выходим на нашу любимую международную ситуацию что у нас в это время творится в Европе в Европе в это время происходит следующее значит во-первых катится в Тартарары союз трех императоров как вы может быть помните из более ранних эпох в плане изучения дипломатии существовал так называемый союз трех императоров который последовательно заключался в 83-м 81-м 84-м годах проблема в том что к моменту описываемых событий к 1890-м годам фактически начинаются проблемы начинаются конкретные проблемы с вот этими тремя империями а немцы австрийцы и россияне поглядывают друг на друга с недоверием у Германии с Россией вроде все неплохо ну сравнительно как вы помните например в ходе франко-прусской войны Россия как раз сыграла очень на руку Бисмарку и вроде все здорово у немцев с австрийцами тоже в принципе все более-менее здорово хотя в Австрии доминируют католики а в Германии протестанты в принципе все тоже неплохо плохо у России с Австро-Венгрией Россия и Австро-Венгрия имеют часто противоположные взгляды на то куда двигаться дальше в первую очередь проблема складывается вокруг Балкан да где с одной стороны хотят зайти и остаться надолго австрийцы у которых тут как раз недалеко владение ну а россияне русская собственно говоря империя российская империя хочет собственно говоря опираясь на панславянистские всякие идеи эту территорию тоже к себе прибрать такая вот сложная история плюс проблемы и на территории которые позже станут Украиной та же самая Галиция которая находится под Австро-Венгрией вот в то время как большая часть вот этих украинских территорий находится под Россией ну и так далее в общем проблем куча и к тому же Россия является центром притяжения для многих оппозиционеров по Австро-Венгерскому режиму тех же чехов особенно ну и так далее в общем поэтому союз трех императоров не только поэтому но в том числе поэтому он прекращает фактически свое существование вот и постепенно начинает превращаться в так называемый тройственный союз в тройственный союз вот в который попадает Италия то есть вот с 80-х годов начинается охлаждение отношений по линии Россия Германия Австро-Венгрия и потепление отношений по линии Германия Австро-Венгрия Италия понятное дело что наши французские браты тут у нас есть кто-нибудь кто французский учит отзовитесь да да молодец вот наши французские браты начинают чувствовать что так сказать ситуация складывается очень не круто ну если мы просто с вами откроем карту мир конечно был немножко другой но в целом в принципе я думаю и так понятно что Франция с юга от нее Италия ну а тут Германия тут Австро-Венгрия короче говоря много проблем можно получить имея на своей западной границе и на южной такой союз неприятный и в итоге соответственно отношения Франции и Италии не очень хороши это объясняет тот факт ну это в свою очередь объясняет почему Франция на первых порах Итало-Эфиопской войны вообще поддерживала скорее Эфиопию и по крайней мере не препятствовала подвозу всяких разных необходимых вещей вот через свои порты ну в нынешнем Джибути тогда во французской во французском Сомали вот так что европейская политика о чем я вам сто раз уже говорил она вполне не такая же собственно была важная составляющая всех этих дел в Африке как и собственно Африка вот и как раз Джибути как раз был порт Джибути был окном для эфиопов правда потом французы немножко спохватятся но это уже будет позже армия Минилика активно вооружается про вооружение немножко армия Минилика которую он в итоге соберет будет насчитывать около 100 тысяч бойцов правда винтовок современного типа ну однозарядных или магазинных у него в смысле у Минилика будет там цифры очень разнятся от нескольких тысяч до 20 тысяч остальная большая часть армии ну так 1060 будет вооружена всяким разным гладкостволом то есть в принципе тоже огнестрельное оружие хотя и с меньшей поражающей способностью ну в силу того что пуля просто не так далеко летит ну пуля или картечь чем зарядь вот а что касается этих самых его комплектование войска войско комплектуется в значительной степени ну так немножко нечто среднее между всеобщей воинской повинностью и феодальным ополчением то есть формально да Эфиопия стремилась всеобщей воинской повинности хотя реализовывалась эта всеобщая воинская повинность часто через феодальные опять же институты и решение особенно в некоторых регионах которые сохранили относительно автономию решение фактически спускалось сверху из-за Дисабебы ну столицы которая стала столицей как раз применили в различные регионы вот такая вот ситуация тем не менее армия это была в принципе нормальная к тому же армию эту готовы были поддержать многие наши например такой выдающийся человек Леонтьев Николай Степанович который стал эфиопским графом при том что не до не после ну до точно нет после не знаю но до него графом в эпиопии как-то не водилось но для него специально придумали выдающийся по своему человек как раз один из военноспецов которые формировали эфиопскую армию конечно он был не один такой но тем не менее он был одним из считается что в ходе битвы при Адуа на которой мы сегодня лекцию закончим минут через 40 он как раз командовал артиллерией значит Леонтьев вообще был по происхождению дворянин но был опять же по роду войск казак он собственно был поручик запаса приписанный в звании исаулок первому уманскому полку кубанского казачьего войска кабанское казачье войско если кто интересуется историей это по сути такое один из одной из последствий ликвидации запорожской сечи когда некоторых бывших запорожцев переселили как раз в район нынешнего Краснодарского края но хотя на самом деле там несколько сложнее была генерация этого запорожского войска губанского простите войска не только из запорожского но и из других некоторых подразделений так или иначе вот этот вот замечательный человек и не он один такой отправился в Абиссинию как тогда называли Эфиопию и там активно тренировал армию понятное дело что подготовка армии была ну прям совсем разная с одной стороны это были какие-то феодальные ополчения такие еще вооруженные в значительной степени холодным оружием с другой стороны это были какие-нибудь мобилизованные крестьяне которые ну если стрелять хотя бы так знали с какой стороны за ружье браться и то хорошо с третьей стороны это была допустим императорская гвардия которая действительно имела очень неплохое вооружение современное и соответственно армия была для них домом родным и они были профессиональными военными то есть эфиопская армия была очень разной что касается эфиопской армии тут еще нужно сказать про винтовку бердана винтовка бердана которая собственно в простонародье берданка винтовка которая в свое время использовалась в русской императорской армии но как раз в 1890-е годы русская императорская армия перевооружается и винтовки бердана в некотором количестве отправились тоже в эфиопию то есть они в общем там тоже оказалось вообще эфиопская армия в плане огнестрела была вооружена очень разнообразно там были итальянские винтовки причем двух систем и берданы и французские и что там только не было но в принципе более-менее как-то удавалось из этого вскроить что-то более-менее единое что касается нашего замечательного итальянского что называется итальянской стороны конфликта тут тоже нужно немножко сказать про внутреннюю политику в Италии в Италии к власти в это время приходит уже во второй раз премьер-министр Франческо Криспи Франческо Криспи человек довольно сложной политической судьбы первый его премьерский срок закончился в силу скандала по поводу его двоеженства одна из причин была 17-м председателем совета министров Италии он был с 87-го по 91-й но вот его подвинули но вскоре он вернулся и как раз в период описываемых событий он активно подвязался на Ниве премьерство Криспи был с одной стороны из круга вот этих вот деятелей реседжементо деятелей объединения он был как раз с подвижником Джузеппе Гарибальди знаменитого деятеля который ну собственно одна из икон итальянского объединения он в том числе и подтолкнул его предпринять экспедицию на Сицилию вот которая сыграла важнейшую роль в объединении Италии в общем молодец он был в тот период но как политик он может быть был не таким результативным как ну как каковым он был революционером ну человек конечно был по своему незаурядный так вот Криспи приходит к власти ну в смысле не к власти да возглавляет правительство формально до власти король вот он Криспи как раз был одним из сторонников колониальных захватов Криспи Франческо Криспи считал что Италия обязана раздвигать свои границы и так сказать становиться все более и более колониальной державой вот тем более определенный задел к его приходу уже был я вам уже говорил про основание порта Ассеп и так далее и вот как раз Криспи начинает проталкивать идею с завоеванием Эфиопии ну а Эфиопия это страна большая вот у нас тут есть карта карта у меня не здесь карта у меня вот здесь вот Афиопия страна большая ну она и сяспая по африканским меркам не маленькая вот ну а тогда тем более и так итальянцы начинают свое нашествие мы ее как сохраним сохраним и потом откроем и так значит итальянцы начинают свою войну так погоди в общем ладно сейчас я пока я пока я найду карту получше я вам поясню вот что значит история вот в чем у итальянцев в этом регионе сил изначально не очень много итальянцы имеют здесь порядка 20 тысяч войск при этом половина этих войск так называемые Аскари Аскари это собственно говоря местное население ну эритрейцы в основном которых вербуют на службу и вот эти самые Аскари как раз и там взаимодействуют что называется с эфиопами насколько это были надежные части но в общем не очень проблема в том что они эти части даже иногда были случаи перехода на сторону непосредственно этих самых наших дорогих эфиопов да то есть в общем отношения это были непростые там еще не все сует эти карты второй этап эфиопской войны это вторая а я хочу первую вот конечно и по той рассказать но это не очень удобно ну ладно значит в принципе тут надо вот что еще понимать по ходу вот этого вот конфликта война в значительной степени ладно как говорится придется использовать карту для второй войны но эфиопия там в принципе так же поэтому ничего страшного значит в основном сначала военные действия разворачиваются на территории вот этой вот провинции ты играй на севере итальянцы в этот момент это сразу скажу еще раз что это карта второй войны которая будет в 35 году я здесь просто ее использую только потому что другой я особо не вижу которая собственно вот по нужному периоду но города те же карта плюс-минус та же плюс так пусть так пока и будет а то пока я буду искать рак на горе свистит начинают итальянцы имейте ввиду в ходе этого конфликта вторжение именно территории эритреи территории итальянского сомали вторжение не было в первую войну почему спросите вы потому отвечу я вам что основные силы итальянцев были как раз тут вот в эритреи для того чтобы бороться с теми самыми махдистами которые по судану продолжали все еще бегать вот и создавали проблемы и для эфиопов до этого и для этих самых итальянцев и кстати говоря тут надо сказать что они даже иногда там создавались проблемы то что британцы воевали с махдистами но они не очень любили чтобы как ни странно им кто-то приходил на помощь почему потому что естественно за помощь кто-то что-то хотел вот и там какие-нибудь города судами ну а британцы считали что они ну и в итоге оказались правы что они не мытьем так катанием махдистов одолеют и собственно зачем тогда делиться вот такая помощь от которой только вреда больше вот поэтому на перспективу поэтому собственно говоря вот получается что итальянцы воевали в основном силу не были здесь а не в Сомали на территории границы с Сомали в 90-е 1890-е годы боев не шло сначала сначала итальянцы заходят в этот самый тыграй местные феодалы тот же Мингеши про которого я говорил он оказывается разбит и соответственно начинает отходить на юг постепенно итальянцы начинают продавливать Эфиопию но складывается двойственная ситуация во первых у итальянцев не так много сил складывается поразительный такой момент что с одной стороны Рим то бишь столица требует активного наступления требует чтобы так сказать шла активная всепобеждающая кампания а вот с другой стороны сил на это никто выделять особо не хочет в то же время командир на месте а в первую очередь командиром был такой Ареста Баратьери Ареста Баратьери он скажем так довольно осторожен он не очень рвется в бой вот тут еще есть одна проблема которая упирается в чисто географический фактор регион где идет война он такой скажем так с не очень высокими горами и с долинами то есть с одной стороны там можно применять это не какой-то лес густой или высокогорье там можно применять правильную нормальную тактику там можно применять с успехом артиллерию кстати можете себе пометить Россия в этот момент еще до войны поставляет на на адрес эфиопов что называется эфиопом так называемые кавказские пушки это 42 миллиметровые пушки гочки понятно что 42 миллиметра это вроде немного но в принципе пушка нормальная это же не с танками воевать в принципе нормальная пушка вот так что по артиллерии в итоге получится что у итальянцев и у эфиопов силы вполне сопоставимые вот что касается так вот театр военных действий театр военных действий очень такой гористодолинистый горы и долины горы и долины с одной стороны можно воевать правильно по европейски с артиллерией с использованием вот этих самых винтовок с другой стороны нужна разведка нужна разведка а разведка в то время как вы наверное знаете и догадываетесь в отсутствии развитых там всяких автомобилей мотоциклов производится и авиации тоже производится конницей конница конница кавалерия все еще в конце 19 века имеет важную функцию по крайней мере с точки зрения разведки у итальянцев с конницей все совсем плохо у них ее практически нет а у эфиопов ее больше поэтому у итальянцев с самого начала начинаются лютые проблемы с разведкой они попросту не особо знают что происходит когда мы с вами будем двигаться вперед мы с вами увидим что в общем как раз значительная значительная часть корень проблем вот этих вот итальянской армии он будет в недостаточной разведке тем не менее по мере того как итальянцы двигаются на юг они добиваются определенных успехов и как раз вот эти правители Теграя на севере они получают что называется жестокий удар и проигрывают ряд сражений причем будучи в большинстве там одна из одна из битв например которая закончилась поражением местных правителей вот и хотя у правителей было около 15 тысяч сил против там нескольких тысяч итальянцев сначала все вроде шло плюс-минус по вот этому вот сценарию который был в войнах тех же британцев с зулусами и так далее но при этом продвижение на юг было достаточно сложным с одной стороны сначала откроемся современно так где она у меня была закрыть закрыть карта африки можно закрыть мини-лик пусть остается триспе остается барахери остается остается сейчас значит по мере продвижения итальянцы занимают город адуа где потом кстати говоря будет сражение вот сейчас мы карте откроем так адуа на севере эфиопии и двигаются дальше они двигаются дальше ну и еще имеем ввиду пока они бродят в эфиопии идет мобилизация сами понимаете в эфиопии нет к тому моменту железных дорог и мобилизовать население это задача нетривиальная народ идет пешком итальянцы продвигаются с северно-юг примерно до города Агеград вот ну и соответственно занимают адуа то есть они в общем проходят на определенную глубину северно-юг не слишком глубоко территорию страны проблема вот в чем итальянцы понимают что их все-таки не так много и что у них лютые проблемы с разведкой им необходимо каким-то образом это дело компенсировать они занимая определенную территорию начинают ее снабжать фортами выстраивать там на возвышенностях благо таковые имеются форты создавать инфраструктуру повторюсь что у них идет хотя и гораздо меньше чем хотелось бы подход к подкреплению из метрополии ну и они также формируют подразделения вот этих вот аскари из местного населения ну в основном не местного а эритрейского надо также понимать что те светлые времена конкистадоров когда можно было питаться за счет местного населения за счет поборов его они в основном прошли почему потому что ну во-первых в Африке местного населения не везде одинаково много а во-вторых в принципе его опять же еще надо найти ну и народ там много когда у вас 20 тысяч когда там у какого-нибудь кортеса 200 человек их прокормить можно а вот 20 тысяч человек уже нет поэтому нужно создавать инфраструктуру нужно налаживать подвоз всяких разных ресурсов патронов еды и всего прочего плюс еще важный момент так сказать привычка к климату дело в том что вот эти вот аскари они хотя и были иногда склонны к дезертирству или переходу на стороне на сторону эфиопской армии они все-таки были гораздо лучше готовы к местным условиям в то время как сами итальянцы хотя они в общем южане у них как-то с этим было похоже и так война идет ни шатка ни валка но тут наступает опять же к вопросу о том что в мире все взаимосвязано тут наступает кризис в самой Италии дело в том что при правительстве криспи происходит достаточно серьезные потрясения фактически на юге начинается восстание крестьян которые требуют во первых определенных ну как сказать по-русски в общем раздела собственности феодалов и так далее самое забавное что криспи с одной стороны пришел к власти как революционер но с другой стороны потом социализм стал активно запрещать и вообще так сказать всячески бороться против революционного движения особенно на юге страны вот собственно восстание в Сицилии происходит вот увеличение налогов ведет собой бунт в Сицилии и Ломбардии криспи усмиряет их вооруженной рукой и вступает в таможенную войну с Францией разорительную для Италии проблема в том что криспи оказывается не очень дальновидным политиком вроде бы протекционист 19 веке это неплохо но опять же его надо делать умеюче отказ от так сказать определенных уступок Франции приводит к отсутствию инвестиций в экономику итальянскую а это еще все множится на то что итальянцы северные и южные и по своему языку и культуре это довольно разные а уж по экономике тем более север был более такой буржуазно промышленный а юг более аграрный и поэтому нормально так сказать единому государству считать было трудно а учитывая что на юге еще была проблема безземелья и прочее ну конец немножко предсказуем как раз в это же время происходит очень сложная социальная борьба в самой Италии и с одной стороны это не дает Криспи особых ресурсов для того чтобы поддержать Итало-Эфиопскую войну с другой стороны ему надо одержать маленькую победоносную надо успешно завершить маленькую победоносную войну вот значит продвигаются 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 эти самые итальянцы на юг вот но и с ними происходит большая проблема такая как опять же отсутствие разведки и плохая связь там был допустим такой эпизод что капитан Тизелли который продвинулся сильно вперед не получил хотя ему оно было отправлено сообщение об отступлении вот но к тому моменту как он сообразил что нужно в общем отступать уже то в общем к этому моменту эфиопы уже обложили его а вот Амба-Алаги город он тут у нас тоже есть сейчас вот в районе Амба-Алаги его собственно обложили и это привело к Бие потому что в общем вот Амба-Алаги тоже на севере в итоге в итоге итальянцы эфиопы стоят недалеко от вот этого самого места Адуа Адуа это город вот и обе стороны на самом деле находятся в довольно сложном положении с одной стороны у Нинелика несмотря на то что вроде бы он неплохо так сказать движется вперед у него есть конкретная проблема он должен содержать статтысячную армию экономика эфиопии этого времени даже не экономика аграрно-индустриальной страны это аграрная такая полуфеодальная монархия как бы я ее там не хвалил в отдельных эпизодах она все равно достаточно архаична по своему устройству поэтому и оторвав от производства сто тысяч человек еще и при этом их что называется при пахав к войне их еще нужно содержать в общем короче говоря все плохо все плохо вот и постепенно минилик даже вроде как приходит к идее чтобы соответственно распустить армию и так сказать вот так помаленьку бродить по эфиопии с итальянцами но итальянцы решают атаковать у них где-то примерно около 18 тысяч человек из них значительная часть это ну около половины этих самых Аскари итальянцев тоже где-то половина ну а у минилика порядка 100 тысяч солдат хотя конечно вооружены они по-разному порядка 20 тысяч из этих 100 очевидно вооружены луками копьями и так далее но они правда в битве особо не участвовали ну потому что в любой компании там надо и лагеря хранять и так далее в общем в основном в бою участвовали все-таки ребята с огнестрелом как я вам уже говорил благодаря Руси матушке у итальянцев и у эфиопов оружие орудий было плюс-минус одинаково вот плюс-минус одинаково и в итоге что получилось изначальный план ну тут план конечно хреновастый сейчас я поищу изначальная идея у итальянцев была вроде неплохая и они могли ее выиграть они могли выиграть за счет чего в сражении им нужно было применить ну вот пойдет им нужно было создать единый такой район укрепленный что называется в котором были бы поставлены пушки они бы заняли холмы и началась бы так сказать такая более-менее типичная колониальная война где итальянцам помогло бы их техническое превосходство но произошло по-другому три колонны в основном которые должны были собственно воевать вообще изначально они должны были вот примерно вот в этом месте располагаться на холмах но получилось так что колонна Альбертони которая пошла должна была занять получается ну южный левый фланг она ушла сильно вперед по одной из версий это произошло потому что у нее в составе было очень много вот этих самых Аскари которые как раз были более привычные и более быстро просто двигались плюс к тому проводники заявили им что тот холм который они должны занять был собственно говоря дальше и поэтому эта часть учесала вот сюда вот более так сказать ну на юго запад остальные в принципе тоже встали не заняли позиции началась битва в это время эфиопы обнаружили что колонна Альбертони оказалась отрезана от остальных частей понятное дело что они на нее навалились они на нее навалились и начали ее теснить итальянцы услышали взрывы стрельбу и так далее и тогда колонна Дабармида двинулась ей на помощь Альбертони но двинулась она почему-то не в нужном направлении а как бы параллельно и утопала вот в этот район примерно в итоге на позициях остался только Аримонди и еще резерв там такой был Элен вот генерал вот здесь вот это было кстати говоря итальянцы тоже я вам говорю про то что Минерик не хотел в битву бросаться итальянцы тоже сам Баратьери Арес Баратьери в общем не хотел устраивать вот эту вот генеральную битву генеральное сражение но его генералитет посчитал что это необходимо в итоге произошло то что произошло эфиопы размотали по одиночке вот эти две колонны а потом напали на Аримонди дело в том тут еще чтобы было понятно по времени в ночью как раз итальянцы двинулись на позицию а битва шла весь день до 10 вечера хотя основное ее так сказать основное ее содержание закончилось в 90 господи где-то в обед вот Альбертони вот эти две колонны они собственно были уничтожены почти полностью ну или взяты в плен Аримонди сопротивлялся дольше но там была проблема другая у него просто уже был численный настолько не перевес да то есть у него настолько было меньше сил что ну и плюс к тому он стоял дольше потому что артиллерия в основном работала эфиопская по вот этим двум колоннам а по Аримонди она начала работать только в конце и тут все сложилось совсем грустно итальянская армия оказалась разгромленной тут был как раз случай когда количество эфиопской армии которая конечно была и натренирована и вооружена похуже чем итальянцы в общем эти недостатки были все-таки компенсированы численностью в силу того что эфиопов было тупо больше они в общем и разгромили итальянцев ну и при том что у них все-таки была артиллерия и их войска в принципе действовали достаточно скоординированно иногда итальянцы пытались ну поначалу да и сейчас пытались спихнуть причину поражения на трусость итальянских солдат на проводников предателей которые завели войска не туда но понимаете если бы у итальянцев были нормальные карты и нормальная разведка то вот этот подвиг этих эфиопских сусаниных он бы вообще не удался потому что тут во-первых не такая огромная площадь да и никаких дремучих лесов как в случае с народным героем Иваном Сусаниным тут нет здесь собственно полностью косяк лежит на итальянцах которые очень дурно провели разведку не имели нормальных карт ну и собственно говоря умудрились сами себе нагадить в силу чего проиграли и интересно и симптоматично что поражение было полным и оно в общем похоронило в том числе и политическую карьеру Криспи в общем его вот этот вот проект в колониальной империи в том варианте в каком он его видел был свернут и он сам покинул кресло премьера что касается Минилика он будет править еще долго но если вы думаете что Минилик сразу же после Адуа пошел на Эритрею вы сильно ошибаетесь Минилик понимал что его армия много жрет что она в общем просто скоро ее будет невозможно содержать вот что ему необходимо попросту распускать ее по домам и в итоге фактически был подписан запишите себе Адис-Абебский договор он был подписан вскоре после войны в Адис-Абебе как несложно догадаться и собственно говоря Италия признавала по нему независимость Эфиопии была установлена граница Эфиопы получали назад вот эту провинцию Тиграй которую про которую я говорил которую они заняли перед этим вот ну то есть фактически фактически Эфиопия вернулась статус-кво там был правда хитрый пункт про то что если итальянцы когда-нибудь уйдут из Эритреи они отдадут ее Эфиопии а не другим державам но ничего не так сказать подсказывало что вот-вот они будут оттуда уходить поэтому этот пункт в общем можно не считать пленные были освобождены причем Италия возместила Эфиопии определенные ну в общем затраты на содержание пленных таким образом что мы видим с вами в итоге в итоге мы видим с вами конфликт в котором победу одержала африканская страна но при этом не самая типичная африканская страна все-таки это не зумусы а с другой стороны то есть страна которая довольно тесно и давно была связана с средиземноморским миром еще в древности страна с традициями государственными страна с пониманием определенных реформ понятное дело что не надо сравнивать реформы Менелика второго с реформами императора Мейдзи но тем не менее вот и вооруженная в принципе более или менее по европейскому образцу и при условии опять же как я вам говорил не очень скоординированной деятельности Рима и местных сил и косяков определенных в организации армии самой Италии на месте Эфиопию удалось одержать победу и собственно говоря вернуться к такому почетному статус-кво хотя продолжать наступление дальше у этого самого нашего замечательного Менелика возможности конечно не было тем более Италия в случае необходимости могла подвести еще тысяч сорок войск и там уже в общем это был бы совсем другой расклад вот так вот примерно в Африке подошла к 20 веку вот эта вот колониальная история вся Африка у нас разделена вот и будет таковой там практически всю первую половину 20 века осталась лишь Италия ну Италия точнее не смогла завоевать Эфиопию да от Италии независимой до 30-х годов будет Эфиопия плюс есть еще маленькая-маленькая Либерия но маленькая-маленькая Либерия это отдельная история это просто проект африканских негров которые ой американских простите негров которые решили вернуться на свою историческую родину но это достаточно интересная история но мы ее разбирать в рамках этого предмета не будем если доживем с вами до социально-политических процессов Азии Африки там поговорим вот так то есть вы должны понимать что мир в 1914 году он был связан и связи эти касались не только каких-то европейских дворов и образования всех этих тройственных союзов и союзов трех императоров оно естественно все это отражалось и на событиях казалось бы в не самом центровом регионе при том что в этом центровом регионе с другой стороны отметились наши соотечественники вот за что им честь и хвала вопросы есть? есть можно организационный вопрос? да конечно кто говорит со мной? Анастасия давайте подскажите пожалуйста на сколько минут делать доклад к семинару? на сколько минут? да по времени сориентируйтесь пожалуйста ну смотрите ээээ